Сегодня продолжаем, 14 июня 2016 года, работать на дороге. Вот, выглядит Барбашар, трактор. Там за рулем Теренти, видимо, у него сын старший. Вот, трудимся опять. Работай, работай. Вот. Ангелина так села, что я тебя даже не заметил. Пробежал мимо. Доброе утро. Вот, трудимся. Роман трудится. Терпчатки работают тоже. И все. Продолжаем работать на дороге, 14 июня. Вот наш брат Виталий. Трудится. Я немножко, это, не догоняю. А палки-то, вот эти палки, зачем убирать на дороге? А чтоб щебень насыпать. Она потом будет гнить, а седать будет вот эта щебень. Чтоб он на песок ложился. Пустота будет, ну, эти ямки разные образовываются из-под них. Вот у нас Роман тоже приехал трудиться в поте лица своего. Пока еще улыбается. Вода тут стоит еще. Так вот, Нестор тут с Никитой Андреевичем работают. Нестор, даже, какая-то железка. Лопатка работает. Держи. Спасибо, дядя Ильич. Вот. Вот у нас Андрей Ровит, Крил. Два брата. Один старший, друг, младший. Иначе, значит, трудится. Вот у нас Тимофей тоже трудится. Вот и Вика тоже трудится. Тамарики ее заели. Ну, все, она мужественно переносит все. Так, это у нас... Кто? Маша? Да, молодец, Маша, работай. Ну, понятно, да, да. У тебя три яруса, да, мы помним это. Так, вот Степа тоже трудится. Так, Варлам, ты бездельничаешь уже. Ну-ка, давай трудись. Что это такое? Так, Софья трудится. Это у нас Ксюша тут. С Кросси работают. Тоже трудяги. Так, дальше. Пописайся. Иначе тоже. Выгребаемся. Димой насыпали, там шел, ударился бревной. Подожди, Маша. Все осталось. Там мы здесь. И все лежит-то где? Это вон трасса, где это все ушло в лес. И так теперь. Никак. Только на веске нужно сожелаться. А это надо отвезти сейчас на тележку. Этот увезет. Крикни ему. Виталий. Виталий. Все. Засыпай. Сделать спуск там по дровам. Никита, если пускай сюда, ты туда. А я? Ну, еще тут я, когда я говорю, еще слава не засохну на рцу. Понимаешь, я на каждом шаву должен служиться. Садись. Как я переменился, работать, когда рядом с ним стало работать. Вы слепые. Вы не видите, как дети работают, не работают. Один только песни поет. Хороший дьякон будет, да. Но работайте, я никуда шнусь. Вы вышли работать, а не песни. Откуда он там ушки выберет. Вот смотри-ка. Вот оно сюда. Теперь надо отсюда выбрать. И выберем. Почему в Китае так живут? Потому что их много. Работает. Вот оно как. Смотри. А тут нельзя ничего делать. Видите, какая лопата. Она гребется с этим, с мусором. Вот. Говорит, ребенок. Ему что тяжело камушки ложить? Не тяжело. Он знает, как дорога дается. Вчера проехал тут у меня человек. С того же. А у него дырявая. И оно нападало это дерьмо-то. Все. Испеклось. Понимаешь, на нем прилипло 5-7 камушков. Да что, отбирать откажешь? Или с камушками. Я же не дырявая. А он что, он сел и уехал. Его не надо. Его копейки здесь нет. Но, ты снини труд-то это. Мы же делаем-то не для себя. Коровы ходят вон. Вчера только говорил. Подошел. Старушка. Вот подойди. Посмотри. Куда на растащили. Притом они топчут. Оттуда не достанешь. Вон оно все. Посмотри. Ему зачем гонять здесь? Его рядом усадьба. Легко. Да ни в одной стране мира это не разрешат. По асфальту ходить, чтобы корова гадила. Раньше было на лошадях ездить. Сзади мешок у лошади привязывали, чтобы оправлялась мешок. Я пошел к батюшке. Батюшка, надо что делать-то со старостой. Посмотри на куда. Ну, гляди на сколько. Ну, на 2 метра ушло. Да нет, это так было. Ну, на 2 метра. Видишь, там откос-то испорченный. То есть, они уже против меня уже двое. Я делаю что, для вас или для себя? Вы живете здесь. Сказал не ездить, значит не ездить. Ну, подождите, кстати. Наложил навоз? Обтереби вокруг. Нисколько. Что корова? И место здесь ходить? Нет. Почему ты ходишь? Вот едем мы сейчас из Павловска. И вдруг ехать на ребриху. Стоит кирпич. Это знак кирпич. А за рулем, видите, поехал дальше. Да-да, рядом, не рядом. Километр 4 метра. А зачем? А по-другому нельзя. Да, наверное, ремонтируют. Не ремонтируют. Ну, и жалуются. И по-другому никак нельзя. А поэтому напугали. А теперь вокруг они люди едут и через деревню. А здесь выехать нельзя. Выезжают опять туда же. Вот и все. Здесь кирпич вам по башке бей и не имется. Брат, Виталию отвези, пожалуйста. Вези туда, Виталия. Виталию. И там вовле, и назад. Смотри, где везти. Где мишени. Тимофей, ведро-то ставь, накладывай. Сейчас привезусь. Из ведра никуда не девайте. Отдавайте ему. И там у него вывали подальше. Их витали, где сход. Бери, у вас же ведро-то стоит. Бери, накладывай. Ну, клади в него. Пониже там опусти, еще пониже там. Выбирай. Не надо. Ведро, пока тебе. Пока. Выбирай. Он сейчас вернется. Так. Мария, давай. Все сказали. Подходим к главному уже, концовке. Сейчас это вот закончим, вот отправим. А там уже все легче. Там только на трассу нужно стать. Тут провал. Проехать нельзя было. Только на тракторе. Вот такие вот траншеи, это с водой стояли. Стояли все лето. Почему? Деревья, где с точняком были. Солнце не прогревает, ветру нет. Ветру нет, солнца нет. Ну, и здесь все это. А сейчас, смотри, как подняли мы ее высоко. Глиной, песком. Песок на 10 сантиметров. Ну, и теперь вот, пожалуйста, Бог дает помощника. Приехал Роман. Помогает. Это ему не телевизор смотреть. Это проверка, как решение допускать или нет. В лодыре не допускаем. А то не знает, как проверять. Думаю. Поправляйте к нам депутатов, что... Высыпай полную. Ты вези дальше-то. Вон до туда, довози, где он. Никто больше не высыпайте. Тележку оставишь вот здесь. Разверни ее только, когда висит. Вот и работа будет. Иди, вон, высыпай всех. Я уже все высыпал. Посыпай. Сейчас мы здесь будем. Подбираем. Бедро возьмите, и туда подойдите. И мы такие поправились. Слава Христу. Продолжение следует...